Первые осознанные воспоминания появляются у детей, начиная с трех лет. Для Дины Бурочкиной этими моментами стали страшные годы Великой Отечественной войны. Ей не было и четырех, когда вполне счастливое детство было прервано вторжением фашистских захватчиков в Новороссийск. От ожесточенных боев на море и воздухе мать Дины с четырьмя детьми на руках пыталась укрыться в Абрау-Дюрсо, но райский уголок, родину российского шампанского, война не пощадила, растоптала безжалостно. Они вбегали в дома, тащили кто что нашел. К вечеру начался кошмар, как мама моя пишет, это был ужас, потому что они всех девушек тащили. Нашу квартиру сразу занял методий. Это главнокомандующий СС-10А по уничтожению населения. Тогда Дина Васильевна впервые увидела жизнь за колючей проволокой пока вокруг родного дома. Следующие несколько лет ей предстоит провести в мучительных перегонах из лагеря в лагерь на Крымском полуострове. Мародерство первых месяцев войны, уничтожение мирного населения оставило страшный отпечаток в душе ребенка. В округе Абрау-Дюрсо до сих пор есть памятное место – Галина враг. Напоминание о жестокой участи, через которое в годы войны прошли миллионы женщин. Увели в горы и расстреляли. Расстреляли, а с нами оставался ее брат. Ему было лет 15, может быть, вот так. Весной он только нашел ее пальто, в кручу, она как упала в обрыв, пальто осталось на ветках, ну а тело уже не найти зима. На свидетельстве о рождении Дины Бурочкиной и тогда еще Потоцкой несколько чужеродных отметин судьба семьи партийного работника на войне была предопределена. Потоцким чудом удалось избежать расстрела. Так как я отношусь к семье коммуниста, подписывали красным фамилию, красным на расстрел семья, а тех, кого на угон, писали синим карандашом. Во все времена, во всех войнах были убитые и пленные, но ни в одной войне так не страдали дети. Фашизм не признавал возрастного различия. Дина Бурочкина прошла Карасубазар, Ичкинский район, Жанкой, три лагеря, которых на территории Крыма было порядка 50. В них голод и непомерно тяжелый труд, убийства и бесчеловечные эксперименты буквально уничтожали людей. Маму гоняют работать, снаряды разгружать, окопы копать. Даже маленьких, кому уже исполнилось шесть и седьмой год, детей гоняли собирать помидоры для них. Я вот не помню даже лицо мамы. Понимаете, это же вообще. Но зато помню, когда моя младшая, вот Алла, которая ключицу потом сломает, стоит перед ней и говорит, мамочка, ну дай мне кусочек, левушка. Мамочка, ну вот такой. Вот у меня эта картина стоит. Как говорит сама Бурочкина, победа. Ее ощущения пришли к ним намного раньше 9 мая, в апреле 44-го, когда советские войска освободили Крым и узников лагерей. Кричит Рима старшая, мама, а мама моя уже в лёжку лежит. Мама, наши пришли. И она ползком вылезает, значит, во двор и встала и видит, что пришли наши. Для Дины Бурочкиной память матери это сокровище, сохранить которое она считает своим долгом. Немало воспоминаний о страшных годах почерпнуто именно из старенькой маминой тетради. Тетрадь 1975 года. И она у неё вот в таком состоянии лежала. Думаю, боже мой, мне так стало жалко и обидно, что всё это в прах превращается. Я села, переписала вот в эту тетрадь. Акция «Бессмертный пол» для семьи Дины Васильевны имеет особое значение. Из четырёх братьев её отца войну пережил лишь один. Рядом с портретами медали самой Бурочкиной, как несовершеннолетней узницы фашистских лагерей. Я считаю, что медали нам не нужно давать. И решила, что медалями удостоены мои дядюшки. И я отдала в архив семейный каждому моему дядюшке свои медали. В первый класс Дина Васильевна пошла уже в сентябре 44-го. Вспоминает, измученные тяжёлым военным бытом, дети с трудом посещали занятия. И всё же выросли, выучились, получили высшее образование. Более 35 лет Дина Бурочкина проработала в сфере культуры в Щёлковском районе и за рубежом. Преподавала детям, организовывала работу ДК. В последние годы проводит патриотические встречи с молодёжью во второй школе. Делится тем, что пережила сама и чего не пожелаешь ни одному ребёнку. Мне так понравились эти дети. Я закончила, знаете, чем с ними. Я говорю, девочки, вы счастливы. Вы самые счастливые дети. И ваши родители самые счастливые. Они не видели того, через что прошли мы. Александра Гранич, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково».